Курск не был готов к выходу в море. Именно с Курска началось преследование средств массовой информации. Через Коваровская преступная группировка. Во главе нее стоит пахан. Вина лежит на командовании Северного флота и главкоме ВМР. Я знаю причину, почему Путин напал на Украину. Добрый день. Программа «Вдох-выдох» на своем месте. Меня зовут Виталий Дымарский. Сразу представлю моего и вашего сегодняшнего собеседника. Адвокат Борис Кузнецов. Человек, с именем которого связана целая череда громких дел 90-х годов. Он представлял интересы родственников Анны Политковской, ученого Игоря Сутягина, обвиненного в шпионаже, основателя знаменитой журналистской школы «Интерньюз» и моей коллеги Манана Асламазян, генерала КГБ Олега Галугина и многих других. Но начнем мы с самого скандального – гибели подводной лодки «Курск» и находившихся в ней 118 моряков. Борис, добрый день. Август. Приходится вспоминать, конечно, все августовские неприятности, поговорим мы сегодня и о новом «Курске», так сказать, но начнем с трагедии, которой уже 24 года. А можно говорить о том, что дело закрыто, всем все ясно и понятно, и главное, что понятно, кто виновен, кто не виновен, но виновные наказаны. Виталий, я к этому вопросу вернусь чуть позднее. Но я начну с того, что я нахожусь в Испании, на берегу Средиземного моря. И в 1999 году, ровно 25 лет назад, здесь проходила подводная лодка «Курск», которая, по версии Министерства обороны, по версии главного штаба ВМФ, гоняла корабли 6-го американского флота, а сама была при этом совершенно незаметна. За это экипаж был весь награжден, а командиру подводной лодки «Курс» было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Я не хочу сейчас озвучивать технологические обстоятельства гибели экипажа и корабля. Об этом очень много сказано, много написано. У меня вышли две книги. Она утонула. Первое издание было в 2005 году. Второе издание было в 2013 году. Наиболее полное издание. Я хочу поговорить и начать разговор с того, как «Курск» эта трагедия привела, в конце концов, явилась первыми признаками создания в России фашистского преступного государства и какие моменты возникли с самого начала. Первое, значит, вот Путин был президентом в то время, уже был президентом, был главнокомандующим вооруженных сил Российской Федерации. И вот это учение, которое проводилось 11-12 августа 2000 года в Баренцевом море, это было самое крупноморское учение в Новой России. И я достоверно не знаю, знал ли Путин о том, что такое учение проводится, но то, что он, как главнокомандующий, никакого отношения к этим учениям не имел, была первая ошибка и первое преступление, за которое он должен был отвечать. Дело в том, что существует порядок проведения учений. И по плану это было учение, которое называлось «Сбор-поход». Это форма боевой учебы, прописана во всех инструкциях, во всех уставах, во всех приказах, но в этом случае ответственность за проведение этих учений несет главный штаб ВМФ. И главком ВМФ тогда был адмирал флота Владимир Кураедов. Так вот, он вместе с командующим Северным флотом решили переиграть. И форму боевой учебы изменили. Это стали называть комплексными учениями. А такой формы вообще ни законами, ни уставами не предусмотрено. А поэтому был полностью нарушен весь порядок подготовки корабля, подготовки, проверки готовности к выходу в море, проверки готовности к стрельбе боевыми учебными торпедами. И, в конце концов, и это в определенной степени привело к тому, что Курск не был готов к выходу в море. Экипаж никогда не стрелял этой перекисно-водородной торпедой, которая взорвалась и послужила первопричиной последующего взрыва и уничтожения всего экипажа. И это как бы первый аспект вот этого обстоятельства. Кроме того, тогда же Путин, когда ему доложили, а ему доложили утром 13 августа в 7 утра, позвонил ему министр обороны, который в то время был Сергеев, и возник вопрос, а может ли военно-морской флот своими силами спасать моряков, а 23 человека находились в 9 отсеке, они были живы. Они живы более двух с половиной суток. И адмиралы уверили Путина, что есть все возможности у военно-морского флота России для того, чтобы самим спасти этих ребят. Но оказалось, что эти средства ни к черту не годны. Следующий момент очень важный. Это, помните выступление Доренко по Первому каналу с критикой Путина? Доренко после этого выступления был уволен. В последующем владельцы Бадри Путрицкашвили и Борис Березовский, которые имели 49% акций Останкина, были лишены. Первого канала, да. Да, Первого канала, да. И в конце концов следующим шагом это была ликвидация независимых средств массовой информации. Дальше было НТВ, дальше были другие каналы. И в конце концов осталось к нынешнему времени два источника правдивой информации. Это новая газета, которая тоже закрыта. И эхо Москвы, которая тоже закрыта сегодня. То есть вот именно с Курска началось преследование средств массовой информации. Я думаю, что все зрители помнят эти кадры, когда Путин встречался с овдовами и матерями погибших членов экипажа. После этой встречи, когда ему говорили правду в глаза, случаев, чтобы он встречался с людьми, которые не подготовлены к этой встрече, не отобраны специально, больше таких случаев не было. Следующий момент очень важный, то, что произошло в связи с трагедией Курска. В конце 22-го года или в начале, в первых числах 23-го года, Устинов докладывал ему результаты расследования этого уголовного дела по Курску. и совершенно очевидно, следствие велось, кстати, достаточно профессионально, и было ясно, что виновны моряки, руководство Северного флота и офицеры, командование Северного флота. И возник вопрос о необходимости привлечения их к уголовной ответственности. И это вопрос следствия, это вопрос суда, но Путин вмешался и принял политическое решение никого к уголовной ответственности не привлекать. Далее его постоянное вмешательство в судебную систему привело к тому, что в России сегодня не действует ни Конституция, ни законы, и в конечном итоге права как такового по большому счёту не существует. В любой системе, в любых обстоятельствах есть две вещи причины и следствия. Так вот, дело в том, что есть понятие такое, оно в праве существует, понятие причинная связь. Это связь между действиями или бездействиями и наступлением последствий. Так вот, то, что произошло с Курском в последующем привело к тому, что Россия во главе с Путиным медленно катится в пропасть и изменилась и дипломатическая область. У России сейчас нет зарубежных друзей практически, не считая Северной Кореи. Рушится экономика, Россия под санкциями находится и я думаю, что долго не просуществует в таком виде. и таким образом, когда мы говорим о войне в Украине, мы говорим о последствиях, а причина и суть состоит в том, что Путин создал диктатуру, преступный режим, который близок то ли к фашистскому, то ли к нацистскому, и главная задача сегодня это ликвидация вот этого режима и сегодня есть пожалуй одна реальная возможность это победа Украины в войне, после чего должен произойти слом этой системы и изменение режима в России. Борис, да, спасибо за такой обзор, что ли, того еще дела 24-летней давности. Я все-таки повторю хотя бы частично свой первый вопрос, но можно ли сказать, что там все ясно, что уже не осталось никаких ни секретов, ни загадок, ничего, и что дело Курска, подводной лодки Курск, ну, практически можно закрывать, класть на полку, но для меня все ясно практически. Есть кое-какие мелкие технические детали, которые по существу ничего не решают. Речь идет о том, что первый взрыв произошел при утечке гипероксиды водорода из торпеды 65-76, это та торпеда учебная, практическая, которой Курск должен стрелять был по Петру Великому. и есть вопрос, почему она взорвалась, то ли она не была, то, что не была, это точно совершенно обезжирено, не была подготовлена, экипаж никогда такой торпедой не стрелял и не смог подключить ее к системе контроля окислителя. Вот это как бы вот этот такой мелкий момент, но то, что рванула торпеда и произошел объемный пожар, который в первом отсеке достигал 3000 градусов и большая часть экипажа погибла именно от этого пожара, через 2 минуты 15 секунд в результате этого пожара произошла детонация боезапаса, части боезапаса, и которая сила взрыва была сопоставима с 4 баллами сейсмического события, это землетрясение, это небольшой ядерный взрыв, в результате которого Курск лег на дно. Вот выводы, к которым пришел Борис Кузнецов, да, и которые изложены в двух книгах, одну я, кстати говоря, читал, я очень хорошо это помню, подаренные самим Кузнецовым. Но вопрос такой, а эти выводы, которые ясны адвокату, которые ясны многим людям, ну, нормально мыслящим, скажем так, они признаны властью, эти выводы, их, или то заключение, к которому пришли там следственные органы, суды и так далее, они расходятся с вашим. Основная причина обстоятельств гибели со мной не расходится. То есть внутренний взрыв, потому что на тот момент, когда первое время было, по-моему, десяток или два десятка различных версий, начиная от столкновения или атаки иностранной подводной лодки и до диверсии, до того, что Курск был атакован ракетами с российского флагмана Северного флота Петра Великого. Но для меня совершенно ясно, что и следствие пришло к этому же и правительственная комиссия, которую возглавлял Клебанов, тоже пришла к этому выводу, что это имел место внутренний взрыв. Кроме того, следствие пришло к выводу, что в результате того бардака, который творился на Северном флоте, что бездарно проведенная поисково-спасательная операция не вовремя объявлен курс кавариинным, вина лежит на командовании Северного флота и главком ВМР. Но по выводам следствия подводники в 9-м отсеке погибли в течение 8 часов. То, что они жили после таргедии. Это известно, поскольку обнаружены письма, которые писали ребята, которые находились в 9-м отсеке. И знаменитые слова Дмитрия Колесникова «Не надо отчаиваться» письмо, которое он писал своей жене. В следствие пришло к выводу, что смерть подводников наступила до начала поисково-спасательной операции, а поэтому бездарно проведенная поисково-спасательная операция не имеет причинной связи с гибелью 23-х подводников, которые находились в 9-м отсеке. Такой вывод следствия сделало в результате липового заключения Виктора Колкутина, который в то время был главным судебно-медицинским экспертом Министерства обороны и Сергея Козлова, заместителя главного штурмана ВМФ, который сделал вывод, что стуки, которые продолжались до 14-го числа, до середины дня, производились с подводных мест, с кораблей, которые находились недалеко от гибели Курска. Это я опровергаю вот эти обстоятельства. А что касается, там, по-моему, сначала говорили же о том, что это иностранная там подводная лодка, потом не давали иностранцам участвовать в поднятии лодки уже после взрыва. Почему такое неприятие было этой помощи, которая, мне кажется, могла бы, она была бы более эффективной и более быстрой? Ну, начнем с того, что 13-го августа военно-морские силы Великобритании отправили самолет со спасательным аппаратом, который мог спасти ребят, которые находились в 9-м отсеке. Но ему не дали посадку в Мурманск, его развернули. А что сказали? Почему не дали сесть? Это никто ничего не объяснял. И в материалах уголовного дела этого обстоятельства нет. Это позднее выяснилось, когда интервал командующий военно-морскими силами Великобритании. Это можно сказать, что это был приказ Кремля? Ну, конечно. Конечно. Я думаю, что тут сыграл целый ряд факторов. Во-первых, адмиралы уверили Путина, что они имеют все возможности для спасения людей. На самом деле такой возможности не было, потому что были допущены такие конструктивные недостатки, которые не давали возможности спасательным аппаратам АС-32, АС-34 присосаться к комикс-площадке девятого отсека. Комикс-площадка была заужена, занижена на 7 сантиметров. Она должна была выступать. И поэтому спасательные аппараты присосаться не могли. А испытания этих возможностей спасения людей с помощью этих спасательных аппаратов, оно не проводилось ни на госиспытаниях, и в течение всей службы Курска на Северном флоте. Этого всего не было. А еще один вопрос был по поводу когда уже поднимали лодку. Там же тоже не допустили, по-моему, норвежцы предлагали свои услуги, если я правильно помню. Нет, лодка еще лежала на дне, а 21 числа туда спустились норвежцы, открыли люк девятого отсека, и он уже был заполнен водой, там уже в живых никого не осталось. Кстати, подводники в девятом отсеке возникли в результате локального пожара, который произошел в этом отсеке. И они все погибли от отравления угарным газом. А локальный пожар произошел в результате того, что на пластины для регенерации воздуха попала вода или масло. И там возник пожар вот этот. Теперь вот о главном смысле вашего выступления первого по поводу того, что вот тогда зарождались все основные черты путинского режима, которые мы видим и сегодня. Но, знаете, помните, я думаю, что вы хорошо помните, что родилась такая фраза, что Путин такой везунчик, тефлоновый президент, которому ничего не липнет. да, а вот и смотрите, и действительно, вроде все было видно, да, начиная с этого циничного она утонула, кончая вот его встречей вот с семьями погибших моряков и так далее, все же было видно. А почему никто ничего не разглядел? Почему можно было тогда, вот на ваш взгляд, так сказать, разглядеть будущего Путина? Вот Путина там третьего, четвертого и пятого сроков. Конечно, конечно, но дело в том, что не я должен был этим заниматься, поскольку я не политик. И кроме того, надо иметь в виду, что я занимался чистотехническими аспектами обстоятельств гибели Курска и как бы изучал уголовное дело. Было всем это ясно. Сказал об этом, пожалуй, только один Доренко. А дальше никто не выступил в его защиту. Никто не выступил по поводу того, что незаконно отобрали у Березовского Первый канал. И сам Березовский молчал. Надо было на это реагировать. Все признаки для этого были. Но на это никто не обратил внимания. И дальше началась вот это ползучий захват власти в России. Когда мелкими шажками Путин все больше и больше захватывал власть, подминал людей, менял законодательство. В конечном итоге такое количество политзаключенных по-моему не было даже в брежневские и вандроповские времена как сейчас. И даже не в том дело, что их большое количество, а что совершенно очевидно, что люди людей сажают за выражение собственного мнения, не за деяние, не за действие, а за высказывание собственного мнения. Вы знаете, у меня вопрос в связи с делом Политковской, которым мы тоже занимались. Ведь помимо официального расследования было, можно сказать, общественное, что ли. В том смысле, что все тогда гадали, журналисты, политологи, все гадали. Вот Аню убили по прямому указанию президента или вот распознали его затаенное желание. И кстати говоря, тогда ведь еще одна его циничная фраза прозвучала. Помните, ее убийство принесло что-то я не точно цитата, принесло больше неприятностей, чем ее журналистская деятельность. То есть если она принесла меньше неприятностей, то ну в общем все понятно, да? А вот вы мне скажите, вот вообще вот эта серия убийств, это ну я понимаю, что здесь у вас нет никаких ни у кого наверное нет прямых доказательств, это все-таки такое вот окружение, там какие-то близкие люди видят его желание или он прямо указывает ребята вот этого убрать? Ну я думаю, что в каких-то случаях он дает прямые указания, в каких-то случаях я не думаю, чтобы например давал прямое указание убить Немцова, но то, что Немцов его мешал, ему мешал и был главным его политическим противником, это было очевидно, и сказать тому же Кадырову слушай, как мне этот Немцов надоел, было достаточно для того, чтобы его убили, и я думаю, что когда путинская власть закончится, то мы найдем еще очень много, есть еще смерть Щекотихина при неустановленных обстоятельствах, при неустановленных обстоятельствах погиб Собчак, при неустановленных обстоятельствах погибли генералы Рохлин, погиб генерал Лебедь, то есть там целая череда смерти, которой может быть причастен Путин, но сейчас на эти вопросы конечно никто ответить не может прямо. Ну и давайте не забудем еще Алексея Навального. Кстати говоря, буквально сегодня, а мы нашей аудитории, я всегда говорю, когда мы записываем эту программу, что мало ли что, если вдруг до эфира произойдут какие-то события, которые не войдут к нам в наш разговор. Так вот, сегодня, в четверг опубликовано заключение следствия. Постановление о прекращении уголовного дела в связи с смертью Навального. Да, да, да. И там, значит, там изложена своя, так сказать, версия этой смерти, которая оспаривает Юлия Навальная. И судя по тому, что она говорит, она говорит же не просто из головы берет, а там они свои расследования тоже проводили, там много-много нестыковок. Так что, возможно, что и Алексей Навальный, я думаю, умер, может быть, не своей смертью или спровоцированной своей смертью. Вот что-нибудь такое у вас. Виталий, дело в том, что по постановлению о прекращении уголовного дела толком сказать ничего нельзя. Попробуйте заполучить акт судебно-медицинского вскрытия. И вот его оценка может открыть глаза и открыть обстоятельства действительной причин смерти Алексея Навального. Но то, что его убили, с политической точки зрения, несомненно. Произошло ли это физическое убийство, отравление или еще какие-либо деяния со стороны сотрудников ФСБ или исправительного трудового учреждения, сказать сейчас очень сложно. А вот вы говорите, что нужно заключение судебно-медицинской экспертизы. А вот по вашему опыту, по вашей практике, они не фальсифицируют такого рода документы? Ну, дело в том, что могут, конечно, фальсифицировать, но такая фальсификация для специалистов может лежать на поверхности. И вот, допустим, тот же Колкутин, главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны, сказал, что подводники в девятом отсеке жили не более восьми часов. Вот эту экспертизу опровергали и зарубежные судебно-медицинские эксперты, и российские. И прямо было написано, что методика, которую использовал Колкутин, ее не существует в природе. Поэтому, еще раз говорю, конечно, фальсифицировать можно все, что угодно, но для этого еще и масло в голове нужно иметь. Вы знаете, такое наблюдение, ну, собственно, это не только мое, многие видят, что достаточно цинично власть перестала стесняться своих действий. Они просто это на показ выставляют, да. И пока мы там, когда Немцов, Навальный, все там гадали это, убили, не убили, по прямому указанию, не по прямому указанию. И при этом, при всех этих подозрениях, при всех этих разговорах, президент едет в аэропорт, обнимается и целуется с признанным убийцей. Не стесняйтесь, показывая, как бы, свою солидарность с ним. Ну, есть чекистская, чекистская, воровская преступная группировка. Во главе нее стоит пахан. Есть исполнители. Вот этот парень, который совершил убийство в Германии, я думаю, что это было сделано по прямому указанию Путина. И поэтому, ну что, это нормально для уголовного мира, который сегодня является Россией. Это нормальное явление, свои люди. Ну, слушайте, при этом же претензия на новый мировой порядок, на русский мир, то есть какие-то такие политические, идеологические формулы выдвигаются. То есть хочется быть, хочется быть признанным и цивилизованным, да. И при этом ты целуешься, значит, с этим убийцей. Хочется, чтобы тебя принимали, чтобы к тебе приезжали, чтобы ты мог участвовать в международных конференциях и так далее и тому подобное. Как на тебя посмотреть? Дело в том, что это вот эта пыль, этот фон, который создается, это для быдла, это для части населения России. Люди, многие из которых живут даже в России, но молчат, не выступают, они хорошо понимают и знают цену этим разговорам о русском мире, ну и так далее. Это всё пыль. Любой вор в законе всегда объяснит, почему есть воровские законы, почему он их соблюдает, почему преступная деятельность – это нормальная деятельность для любого государства, почему убить человека – это совершенно нормально, то есть, ну это вот, банды есть, банды, чё ж… Я 20 лет работаю в уголовном розыске, таких ребят пересажал, наверное, несколько сотен. Поэтому вместо Путину, конечно же, на нарах. Это в том случае, если не найдётся смельчака, который нажмёт на спусковой ключок. Ещё такой вопрос, вот скорее такой юридический, правовой, что ли, это по поводу уже нового Курска, я имею в виду вот это вот вторжение украинское в Курскую область. Вот много разговоров, что вы скажете как юрист. Много сейчас разговоров идёт о том, что, войдя на территорию другого государства, Украина в какой-то степени, ну, потеряла и теряет, и как-то стоит под сомнение, что ли, статус жертвы. Ну, давайте вот с чего начнём. Что, во-первых, это никакая не операция, это никакая не специальная военная операция, это война. Специальная военная операция имеет целый ряд признаков, которые отсутствуют в данном случае. Это война. Ну, отсюда возникает вопрос. Вот была война с фашистской Германией. Могли, имели ли право Советский Союз и другие страны-союзники вступать на территорию Германии и уничтожать этот режим? Да, имели. И это подтвердил Нюрнбергский процесс. Здесь ситуация зеркальная. Конечно, без сомнения, украинские войска имеют право, извините, бомбить Москву. Жалко, конечно. Но ничего не поделаешь. Я не знаю, как это описано в юридических документах. Там же есть еще, сейчас не очень все понимают реакцию Кремля на эту операцию, я имею в виду уже операцию украинскую. Что там, если прочитать документы российские, там внешнеполитическую доктрину и вот эту доктрину безопасности, то вообще уже пора применять ядерное оружие. А Путин молчит фактически. Он говорит, он говорит об Украине, он говорит о том, губернаторам рассказывать, что надо спасать, надо помогать людям. Но Запад не трогает и уже многие эксперты, там, наблюдатели говорят, что он, хотя считалось, что ему нужна война эта, что он уже стал бояться Третьей мировой войны, потому что просто он ее проиграет. Путин и генералы с вступлением Украины на территорию Российской Федерации просто обосрались. Они испугались. И до сих пор они не могут прийти в себя. И, конечно, проблема с тем, чтобы собрать необходимое количество и самое главное качество вооруженных сил, которые бы остановили это вторжение на территорию Российской Федерации. Я скажу, что я предполагал, что какие-то шаги со стороны Зеленского и руководства Украины, военного руководства будут сделаны. Но я представить себе не мог. И я думаю, что никто не представлял возможность вхождения украинских войск на территорию Российской Федерации. Это уникальное решение. Ну, смотрите, а Запад, тем не менее, судя по реакции, то, что мы читаем уже в газетах и американских, они там не то, что не очень-то счастливы. И я думаю, что они тоже побаиваются эскалации, которая может привести к конфликту, этот конфликт, начнем на другой уровень. Дело в том, что бояться этого уже не стоит. Потому что то, что Путин не применит ядерное оружие, это совершенно очевидно. А самое опасное – это возможность победы Российской Федерации в Украине. И вот это следующий шаг. Это продолжение этой войны через некоторое время. Это возможность нападения на страны, в первую очередь, это Казахстан, Белоруссия. Прибалтика. Вот на стороны НАТО нападение. Вот что страшно. А бояться сейчас нечего. Правильно делали. Снабжают оружием, надо побыстрее, помощнее. Возникли большие дискуссии в стане оппозиционеров, оппозиции. А как тоже относиться к этому вторжению? Знаете, кто-то говорит по делам, кто-то говорит, все-таки население жалко. И в России другого населения уже не будет. И прекрасная Россия будущего, о которой очень часто говорят в оппозиции, она будет существовать, может быть, с другой властью, но с тем же самым народом, от него никуда не деться. Поэтому все-таки людей жалко. Ну, я должен сказать, что ответственность лежит на населении России. За тот режим, который установлен. Но это ответственность, это не уголовная ответственность. А вот вина, конкретная вина, она лежит на конкретных людях, на Путине, на военном руководстве и так далее. И больше того я вам скажу, что вот совсем недавно у меня брала интервью Зоя Светова. Это касалось состояния нынешней адвокатуры. Она и сейчас есть. И я там говорил о том, что адвокатура легла и раздвинула ноги под давлением власти. И то, что Федеральная палата адвокатов создает на территории Украины российские юридические консультации, этого делать нельзя. Это нарушение всех законов. И тем не менее адвокатура на это дело идет нынешняя. Что вы думаете? Зоя Светова этот абзац выкинула из моего интервью. Я, конечно, к этому еще вернусь. Но опять же, все, что происходит с адвокатурой в нынешней России, это следствие, а не причина. Причина – это тот преступный режим, который существует. Сейчас единственный способ, я еще раз повторяю, ликвидации – это победа Украины. Ну, здесь, знаете, это мне кажется, что здесь уже даже не игра слов. Ну, во-первых, по поводу адвокатуры. Слушайте, не только адвокатура. А посмотрите на журналистику, а посмотрите на политиков, ну и так далее и тому подобное. Все, все, все легли. Ну, все, конечно, легли. Все легли, потому что кто-то молчит, а кто не молчит, боится высказывать то, что он думает. Потому что это чревато. Это чревато потери работы, это чревато посадкой, в конце концов. Обратите внимание, вот, что ни Дима Муратов, ни Леша Венедиктов, они же про войну в Украине практически ничего не говорят. То есть в данном случае у них у обоих пришпилили лейблы «Иностранная гема». И следующий шаг – это посадка. Конечно. Поэтому… Ну, они находятся в России, у них выхода нет. Я тоже иностранный агент. Ну, да. А мне вот я сколько прошу, чтобы присвоили это звание, чтобы оказаться среди порядочных людей, и до сих пор мне никак не могут присвоить этого звания. Ну, вот. Хотя я по существу иностранный агент, а не по форме. Слушайте, ну, сейчас вы допроситесь. Слушайте. Да я… Ну, я понимаю, что вам уже все равно это. Слушайте, а по поводу победы Украины. Опять же, здесь такая идет битва, и она не просто словесная, а за этим стоит вообще большой смысл, я думаю. Кто-то из западных политиков сказал, что, посчитав, что в том, что в России такой режим, во многом виноват, конечно, и народ, население, там, как его назвать, и что победы над Путиным недостаточно. Нужна победа над Россией. Но как это… Ну, знаете, дело в том, что… Помните вот этот совет безопасности перед тем, как Путин дал команду вторгнуться в Украину? Да. Вот этот совет безопасности, где растерянный Нарышкин, где… Да, для меня. Да, для меня совершенно ясно. Ведь никто членораздельно причину вторжения в Украину не объясняет. Разные разговоры, там, русский мир, там, борьба с нацистами, с… Ну, и так далее. Я знаю причину, почему Путин напал на Украину. Рассказывает. Дело в том, что в 2014 году президентом Украины был вставленник Путина по фамилии Янукович. И тогда, когда вся Украина практически, и в том числе и Донбасс, и Луганск поднялись против Януковича, против коррупции, которая была, Янукович оказался не просто коррупционером и вором, а он оказался ещё и трусным. И тогда Путин обиделся. Он ещё ему перед этим 3 миллиарда, по-моему, отслюнил. И Путин обиделся. А Путин человек обидчивый. Ведь если посмотреть на всю его деятельность, то он очень часто принимает решения в результате своих обид, своих амбиций и так далее. И в данном случае он обиделся на Украину, на украинцев и появился в Донецке появился стрелков с ФСБшниками. И с этого началось. Ничего не получалось у Стрелкова и последующих тех, кто находились в Донецке и в Луганске. Путин продолжал обижаться на Украину. И в результате этого он осуществил нападение на украинский народ. Это только личная обида. Я абсолютно убежден, что большинство из Совета Безопасности, из окружения Путина даже не предполагали, что он такой шаг совершил. Я тоже думаю, что они легко уйдут обратно в мирное существование и существование, потому что судя по тому Совету Безопасности, о котором вы говорите, хотя они все говорили правильные слова, правильные с точки зрения Путина, но они из себя их выдавливали. Никому воевать не хотелось в общем. Ну да, война нужна была, как говорят, Вторая мировая война нужна была только Гитлеру, никто не хотел воевать, а сейчас война нужна только Путину, потому что никто не хочет воевать. Есть ли уверенность, что после Путина, вот прямо Россия расцветет, а что будет после Путина, а кто придет после Путина, и готовит ли он смену себе? Ну, он может быть смену себе и готовит, но я абсолютно убежден, что после Путина любой, кто придет, он остановит войну. В этом у меня сомнений нет. Потому что эта война стоит поперек горла и военным, и олигархам, и населению России. Ну да, но смотрите, смотрите, какой ажиотаж, я бы сказал, патриотический в России. Вот этот зет-патриотизм, он же просто охватил массы людей. Ну, масса, я думаю, что в процентах это не более 20%. Думаете? Да, я думаю, да, ну, может быть 30%. Там посчитать это невозможно, оценить это нельзя, с учетом того, что статистика как таковая отсутствует в России. Спасибо Борису Кузнецову, адвокату, юристу, писателю. Кто не читал книжки про трагедию Курска, очень советую. Виталий, у меня вышло 12-томное издание. Оно называется «Записки адвоката Камикадз». Оно вышло в американском издательстве «Лууу». И она сейчас есть в продаже. Она на русском языке, да, 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 12-томов. Ну, вот, если понравится книжка о Курске, потом возьмите все 12-томов будете читать. Хорошо. Спасибо большое, Борис. До новых встреч. Посмотрим, что будет дальше я вот думаю в следующем августе, на следующую годовщину. Может быть, мы будем говорить уже в более веселых тонах. «Лууу». Редактор субтитров